И сегодня у нас в гостях и будет служить пастор из Нидерландов, из Нидерландов Оскар Гриффиун. Мы очень рады видеть вас. Выходите. И пастор Оскар приготовил слово о посте. Как раз мы скоро будем поститься постом Даниила перед Пасхой. И будем разбирать сегодня места Писания. Пусть Бог откроет наши сердца и пусть говорит лично каждому. Аминь. Благословляю. Очень рады видеть. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Окей, вы можете садиться. Садитесь, пожалуйста. Я попросил сегодня поделиться некоторыми вещами из Библии. И особенно по теме пост и молитва. Я понял, что следующие дни для вас будут Днями Поста. Это будут Дни Поста за конференцию или еще за что-то. И у вас будет пост Даниила, который он совершал, когда была Пасха. И вы будете делать так же. И для меня честь делиться чем-то подобным с вами. И я рад, что Илья со мной переводит меня. Чтобы вы могли понимать, что я говорю. Это очень удобно. Когда мы говорим о посте, это очень библейская вещь. Есть опасность в посте и есть благословение. Благословение заключается в том, что Бог будет использовать пост вместе с молитвой, чтобы изменять наши обстоятельства. А опасность поста заключается в том, что он может стать пустым ритуалом. Другая опасность, это то, что мы можем подумать, то, что таким способом мы можем сделать так, чтобы Господь что-то для нас сделал. Вы знаете, по-пустиму, мы поддерживаем Бога, показывая и манипулируя Его, что Он должен делать то, что мы хотим. Будто бы манипулируя Его, чтобы Он делал то, что мы хотим. И вот это опасность. Мы с самого начала должны понимать, что пост и молитва – это Божье желание. В то время как наша мотивация чистая должна быть. Когда наша мотивация чиста, мы хотим видеть Его лицо и видеть Его волю. И пост и молитва в таком случае нас будет изменять. И мы постимся не для того, чтобы поменять Бога, мы постимся, чтобы поменять себя. Чтобы мы были более соответственны Его воле и Его желаниям. Я был у друзей в церкви в Первоуральске у пастора Алексея на прошлой неделе. И на прошлой неделе с нами был друг из Южной Африки. Его зовут Вилли Дютоит. Я думаю, что и он здесь несколько раз был. И в последний раз он проповедовал в церкви у пастора Николая. И он сказал, когда я был молодым, я молился, чтобы Бог исполнил мои желания. Но когда мы возрастаем в Духе, мы молимся, чтобы наша воля была в соответствии с Божьей. И я думаю, что с постом так же. Сердце поста должно быть таким же. Мы не постимся для того, чтобы сманипулировать Богом, чтобы Он сделал то, что мы хотим. Но в посте мы молимся за то, чтобы нам понимать больше Его волю и идти в соответствии с Ней. И хорошее местописание, с которого можно начать, это Исаия 58. И мы возьмем 5-6 стихи. И вся глава о посте, но мы только 5-6 стихи прочитаем. 1-5 Вы можете читать. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли ты назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Разреши узы ерма. И угнетенных отпусти на свободу. И расторгни всякое ермо. И в седьмом стихе продолжается все о результатах, которые Бог видит. Но сейчас пока достаточно шестого стиха. И 5-й стих нам рассказывает о лицемерном посте. Мы дальше посмотрим в Матфея 6-й главе. Где Иисус говорит, что если ты постишься с грустным лицом, чтобы тебя видели, ты уже получаешь свою награду. И в шестом стихе Бог показывает нам тип поста, который Он предпочитает. Не чтобы нам было трудно. Но для того, чтобы духовное освобождение было результатом этого поступка. Например, в шестом говорит Господь, чтобы расторгнуть оковы неправды. Чтобы разрушить бремена тяжкие. Чтобы угнетенных отпустить на свободу и расторгнуть всякое ермо. И Исайя объясняет это людям Израиля, которые жили в его времени. Что пост это не для нас. Но это для Бога. С той целью, чтобы духовная свобода пришла к людям вокруг нас. И пост это не такое время, чтобы дать себе, чтобы пребывать в каком-то приятном времени религиозном. Это средство, с помощью которого мы можем приносить свободу и освобождение всем, кто вокруг нас. И в самом начале, мы должны понимать, что мы не можем поститься ни за что. Если кто-то говорит, что я пощусь. Он должен знать для чего. Нельзя поститься просто для того, чтобы это делать. Бог говорит, такой пост я избрал себе. И затем с 6 стиха и далее, и вообще во всей 58 главе, Бог говорит о том посте, который Он предпочитает. Если пост подобен молитве, то мы должны взаимодействовать с Богом. Так же, как и молитва, пост это способ взаимодействия с Богом. Чтобы убедиться в том, что является целью поста, нам нужно побыть некоторое время с Богом. Это пост. Чтобы нам побольше времени провести с Богом. Побольше времени, чтобы помолиться и походатайствовать. И чтобы пристать с вопросом, который у нас появляется. Или понять проблему, которая должна быть решена. Или из-за того, что мы ищем какого-то направления или мудрости от Духа Святого. Мы можем проститься из-за того, что что-то вскоре важное случится. Это потому, что Господь уверен, что мы должны быть спиритически готовы, потому что Он хочет двигаться и делать вещи. Дух Святой предупреждает нас и убеждает нас в том, что мы должны это делать для того, чтобы быть подготовленными к Его работе. Например, то, что вы хотите сделать церковью в соответствии с Пасхой. Может быть, это не будет связано с темой или частью Библии. Наоборот, точнее, вы можете читать Библию и находить там те вещи, которые Бог хочет и которые Он обещает. Как в Данииле 9 главе. Он прочитал в книге Иеремии. И он прочитал то, что через 70 лет народ Иерусалима вернется на свое место. И Даниил был человеком, который хорошо читал Библию. Он не читал ее просто потому, что нужно было. Но как Слово Божие. И он очень буквально ее воспринимал. Если Бог что-то пообещал, Он это сделал серьезно. Когда Бог что-то сказал, мы должны воспринять это нашим сердцем. И случайно или с какой-то целью Он прочитал здесь, в Иеремии. И он нашел там пророчество. О том, что Бог снова через 70 лет народ Иерусалим возвратит обратно в Иерусалим. И Он считал дни. И Он пришел к заключению, что именно это происходило в то время, когда Он жил. Он сравнил Божие обещания с Его обстоятельствами. И Он видел то, что Бог обещал еще не происходило. И в Даниила 9 главе что Он постился и ел только необходимое самое. Все, что можно считать деликатесами, Он не ел. Он ел только что-то базовое. Потому что Он молился о том, чтобы Бог выполнил то, что Он пообещал в книге Иеремии. Он не мог полностью поститься. Потому что Он не знал, какое время должно пройти перед тем, как Господь Ему проговорит. Вот почему Он взял именно то, что мы называем пост Даниила. Я думаю, что Он никогда не думал, что мы так Его будем называть. Он просто был практичным верующим. Он увидел Писание, обещания Божьи, посмотрел вокруг себя, и что-то Ему показалось не так. То, что Бог говорит, это то, что народ израильский будет возвращен в Иерусалим через 70 лет. Он не видел то, что это происходило. И он не подумал, Бог, наверное, ошибается. Бог забыл Свои обещания. Это, наоборот, для него был повод, чтобы воспринять Бога всерьез. И не воспринимать обстоятельства и тот статус-кво, который был на тот момент, как это было. И он принял решение молиться Богу и идти в соответствии с Его обещаниями. Он не знал, когда принять ответ. Вот что было причиной того, что он не ел деликатесы, особо вкусные вещи, а только ел то, что необходимо для того, чтобы остаться в живых. Потому что у него была цель искать Божьего лица в молитве, смирять себя, до того момента, как Бог бы ему открыл, что нужно делать и что происходило. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы можете поститься неделю и ничего не есть. И вы можете принять решение, я пощусь целую неделю, только пью воду. Но затем у вас будет определенное время. Вы знаете, это 7 дней, и на день номер 8 я начинаю емать снова. И вот, на 8 день вы снова начнете есть. Даниил не знал, сколько ему нужно будет поститься, до того, как он получит Божий ответ. И из-за того, что у него была занятость, он должен был на работу, во дворец ходить каждый день. Его тело нуждалось в питании. Я верю, что Даниил был таким же верующим, как и мы с вами, практичным. Не для того, чтобы стать слишком религиозным или слишком духовным, супер-духовным. Чтобы постоянно находиться в связях с обществом, где у нас постоянная ответственность. И из-за того, что он не знал, когда придет Божий ответ, который соответствует его вопросу, Он начал поститься, только употребляя в пищу необходимое. И ставить все самое вкусное. Потому что он не знал, сколько же пройдет времени перед тем, как Бог ответит. Но он взял пост, чтобы выделить больше времени, чтобы быть с Богом, в молитве, в ходатайстве, в соответствии с той проблемой, которая была обозначена в Божьем Слове. Вы понимаете, о чем я говорю? Пост — это не цель, не сама цель, это инструмент. Инструмент для того, чтобы нам больше времени проводить с Богом. Я работаю с церковью из Азбеста. Давно это было. Чтобы начать центр подготовки миссионеров. Это была практичная библейская школа. И некоторые студенты в библейской школе сказали, «Хорошо, мы хотим быть быстрее сегодня». И некоторые студенты в библейской школе сказали, «Мы хотим сегодня попоститься». И у нас был специальный день выделен для того, чтобы нам поститься руководством и студентам самим. Иногда мы так делали. Но если студенты хотели совершить пост, они должны были об этом рассказать. Потому что мы учимся вместе. Мы живем вместе. Мы едим вместе. И у нас был повар, который готовил еду. Повару было бы неплохо знать, на какое количество человек, студентов, ему готовить еду. Поэтому мы с преподавателями, с персоналом сказали студентам, что они должны объявлять о своем решении поститься до того, как они это начнут делать. И в первый год, когда у нас была эта школа, и в первый раз, когда некоторые студенты сказали, «Мы завтра хотим попоститься», что во время обеда мы будем поститься, а не есть. Мы сказали, «Да, хорошо». Позже я понял, что во время того, как мы ужинаем, они смотрели телевизор. И я с ними очень строго поговорил и спросил их, «Вы это называете постом?» И они сказали, «Да, потому что мы не едим». И я объяснил им и остальным студентам, что пост — это то, когда ты выделяешь дополнительное время для того, чтобы быть с Богом. Если не ешь, а просто смотришь телевизор, это не пост. Это просто то, что ты не ешь, как факт, и то, что ты смотришь телевизор, как факт. Просто был религиозный обряд это. Некоторые студенты сказали, что завтра мы не будем обедать, будем поститься. И как директор я сказал, «Да, хорошо». Они подбежали за моей спиной к повару и сказали, «Завтра я не буду обедать, но, пожалуйста, некоторую еду для ужина сохрани». «Тоже не пост». Это просто то, когда ты ешь позже. Если вы берете двухдневный пост, например, и вы собираете за все это время еду, которую вы должны были съесть, и на третий день, это не пост. Это просто то, когда вы едите немного позже, чем это обычно происходит. Пост значит, что вы оставляете что-то хорошее, чтобы проводить больше времени с Богом в молитве и ходатайстве, чтобы искать Его лица. И пост всегда в Библии связан с едой, или с другими вещами, которых нуждается наше тело. Например, сон. Вы можете проститься от сна. Наше тело нуждается в отдыхе. Но в поиске Бога и выделении большого промежутка времени для того, чтобы с Ним общаться, вы можете пожертвовать нужду сна для этой цели. Я знаю, что некоторые люди специально делают себе молитвенную ночь. Я не против молитвенных ночей. У меня просто есть один честный вопрос. Если вы обычно не молитесь днем, кого вы хотите впечатлить тем, что вы будете молиться ночью? Если вы всю ночь молитесь, но на следующий день вы будете целый день спать, какую жертву вы приносите? У вас нет времени на жену, на детей, на работу. Потому что той ночью, которой вы молились, вы очень устали и сказали ему, «Все, отстаньте от меня, я пойду спать». Я думаю, что это лицемерие. Потому что для Бога не значит ничего, в какое время вы молитесь. Если вы молитесь днем, Бог ответит на вашу молитву. Если вы молитесь ночью, Он тоже хочет ответить на вашу молитву. Но если вы молитесь ночью, чтобы впечатлить Бога, у меня для вас плохие новости. Он не впечатлен. То же самое и с постом, когда вы не едите. Вы никогда не должны поститься для того, чтобы Бога впечатлить. Тот факт, что Бог отвечает на ваши молитвы, это не из-за того, что вы такой религиозный, но из-за того, что Он любит вас. Потому что Он пообещал ответить на наши молитвы. Итак, пост это дополнительное время для того, чтобы нам проводить время с Иисусом в молитве и ходатайстве. Не обманывайтесь. И в самом начале, в библейские времена, в ранней церкви, пост действительно был тем средством, чтобы нам больше уделять времени для Бога. Может быть, без еды, без сна. И даже Павел говорит о решении, что вы не будете иметь сексуальных отношений с женой, для того, чтобы иметь больше времени с Богом. Это тоже хороший способ поститься. Тело мужа принадлежит жене, и тело жены принадлежит мужу. И только когда вы соглашаетесь в молитве, вы можете отделиться друг от друга. И это еще один способ, чтобы оставить определенную потребность, чтобы иметь больше времени с Богом. Чтобы искать Его в молитве и в ходатайстве. И мы живем в другой культуре, нежели чем Петр, Даниил и Павел. Я уже привел вам пример студентов библейской школы, которые сказали, мы завтра будем поститься. И я обнаружил, что они во время обеда смотрят вестерн. Может, это хорошо смотреть фильм, но это не пост. Пост означает, что вы выделяете больше времени, чтобы видеть Бога в молитве и ходатайстве. Я еще больше буду повторять это определение во время нашей проповеди. Потому что это то, что мы должны понять. Сегодня вы можете, откладывая какую-то потребность и выделяя больше времени Богу, вы можете поститься от интернета, например. В нашей церкви у нас есть неделя поста и молитвы. Я знаю некоторых девушек, которые зависимы от интернета. У них мобильный телефон, который при ростках к руке. Они спят с телефоном. Они спят с телефоном. В туалет сходят с телефоном. Они даже зубы чистят с помощью телефона. Все делают с помощью телефона. И когда я сказал, мы будем поститься, мы не будем есть на этой неделе. The members of the church who want to enjoy us in this week of fasting, please. И я сказал церкви, если вы хотите присоединяться, пожалуйста, присоединяйтесь. И некоторые из этих девушек сказали, мы будем поститься тоже. Не есть это классно для нашей фигуры. Мы можем потерять вес. А потом я сказал, это не пост. Если вы поститесь в течение недели и не едите, и вы теряете вес, может, это неплохо. Но это не цель поста. Пост, может, вы это уже знаете, это когда я что-то оставляю, например, еду, чтобы у меня было больше времени, чтобы видеть Бога в молитве и ходатайстве. Они сказали, о, не будет еды, аллилуйя. Голландские девочки, аллилуйя. А потом я сказал, что насчет вашего телефона? Потому что пост не совершение приема пищи. Это не то. Пост — это когда вы имеете дополнительное время с Богом, чтобы видеть Его. искать Его в молитве и ходатайстве. И, возможно, ваш телефон — это проблема, препятствие на пути вас к Богу. Может, вы можете поститься всю неделю, не используя интернета и телефона. Я думаю, что они сразу же умерли, выключились на том месте. Они побледнели. С нашим телефоном да, вы должны попрощаться со своим телефоном. Вы можете говорить с Богом и откладывая интернет. Без интернета! Ты мощно говорить с Богом без интернета! Аллилуйя! Они были в шоке. Потому что они даже не могут вместе сидеть. и ты думаешь, что они сейчас будут обсуждать что-то между собой. Нет! Современные девушки вместе сидят и разговаривают с теми девушками, которых там нет. у меня у самого три дочери. Я знаю, какие они. И вот моя 14-летняя дочь позвала свою подругу к нам домой. и там тишина была только и когда они ушли, послышалась вибрация и потом они начали говорить. Это современный мир. Иногда неплохо оценивать, почему мы делаем что-то определенным образом. Иногда нужно выключить свой телефон или ваш телефон и ваш телевизор. вы увидите, насколько больше времени у вас прибавилось для общения с Богом. Для многих из вас я не пророк, возможно, я ошибаюсь. но я думаю, что я не ошибаюсь. Чтобы пропустить для вас какой-то прием пищи это не проблема. Но час без телефона будьте честными. пост не может быть совершаем вы не можете это совершать просто потому, что вы не едите. Да, вы можете наоборот поститься, не употребляя что-то в пищу. Но пост это больше, чем просто не прием пищи. Это означает, что вы выделяете больше времени кроме того времени, которое вы уже провели с Богом для Него в молитве и ходатайстве. И в наше время хлеб это не проблема. еда в большинстве случаев не проблема. То, что крадет наше время с Богом это современные вещи, телефон, интернет и масс-медиа. Есть хорошая книга авторства пастора и библейского руководителя библейской школы. Его зовут Джон Пайпер. И он очень большой энтузиаст в плане реформации. И он написал книгу о посте. И по-русски книга называется «Голод по Богу». «Голод по Богу». Я думаю, что для современных христиан это проблема. То, что у нас больше нет голода по Богу, по самой Его Личности больше. И в этой книге заключена некоторая философская идея. он задается вопросом «Почему Бог сотворил нас с тем, чтобы мы нуждались в еде?» Бог мог нас сотворить так, чтобы мы ели воздух. Бог нас сотворил с потребностью в еде. и он сказал «Почему же так?» И вот какой ответ он дает. Чтобы мы понимали, что говорил Иисус, когда Он сказал «Я хлеб жизни». Если бы у нас не было потребности в еде, и Иисус, который был послан к нам как хлеб жизни, мы бы могли ему сказать «Неплохо». Но если мы знаем, что значит быть голодным, Иисус нас зовет и говорит «Я хлеб жизни». Это приглашение, чтобы мы ели от Него. Или ели от того, что Он нам дает. «Иногда мы хотим пить». И даже может прийти какая-то боль, если мы очень долго не пили воду. Некоторые люди берут абсолютно полный пост. Они не едят, не пьют. Такое можно делать максимум три дня. Только если вы приготовлены и очень здоровы. Если четвертый день пойдет, ваша жизнь будет в опасности. Вот почему Бог состворил нас именно таким образом. Он сделал это для того, чтобы мы понимали слова Иисуса, когда Он говорит «Те, кто верят в Меня никогда не будут жаждать». И когда мы с Ним Он сказал «Когда мы с Ним Он удовлетворяет нашу духовную жажду». И так как Господь сотворил нас с потребностью в виде и воде, что чтобы мы больше в посте учились желать дающего, чем то, что дают. Ничего плохого в еде нет. Но Библия говорит, что еда это дар Божий. «Когда я пащусь, не употребляя ничего в пищу, это не из-за того, что еда это плохо. Но я принимаю решение о том, что что-то хорошее это ничто по сравнению с лучшим. Дающий всегда лучше, чем то, что Он дает. Еда и вода. Являясь христианами, если мы христиане, каждая деталь нашей жизни принадлежит Ему. Мы спасены кровью Иисуса Христа. Он наш Спаситель. И мы следуем за Ним как за нашим Господом. Это называется ученичество. Он наш Бог. Бог в греческом языке в Новом Завете. Бог, Господь. Также означает хозяин. Мы Ему принадлежим. Если мы едим, мы делаем это во славу Божью. Вот почему хорошо благодарить Бога за пищу, которую нам дает. Но должны быть моменты в нашей жизни, когда мы будем не хотеть дара на какой-то момент времени. чтобы мы тренировались желать того, кто дает больше, чем то, что он дает. В этом тоже есть опасность. Есть опасность того, что мы влюбимся в то, что дают. То, что мы будем любить дары Божьи больше, чем его самого. И я знаю, что некоторые люди служат в служении ходатайства. И они довольно часто простятся. И иногда они признались в этом, что им трудно есть бывает. Потому что они приняли решение радоваться еде, наслаждаться еде. Есть две опасности. Первая опасность заключается в том, что мы будем любить еду, например, дар больше, того, кто дает. А другая опасность is that мы становимся такими духовными that we think that everything that God gives as a good gift is bad. То, что мы думаем, что Бог все, что нам дает, это плохое. Вот почему Павел говорит, if you eat or not, glorify God. Be thankful for what you have. And if you don't have it, be thankful anyway. Well, that was the introduction. I have twenty minutes more. 20 minutes Well, what is fasting? Что такое пост? Fast means that I make extra time for the Lord to seek Him in prayer and intercession. What kind of fast do we find in the Bible? There is a normal fast that we don't eat. есть обычный пост, когда мы не едим. For example, Matthew chapter 4. For example, Matthew chapter 4. We have an absolute fast. Absolute post. It's already what I mentioned we don't eat, we don't drink. It's what I already called we 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 after his conversion on the way to Damascus. Это то, что делал Павел после своего обращения на пути в Дамаск. You can read it in Acts 9. Вы можете это прочитать в Деяниям 9 главе. And there is what we call a Daniel fast. И еще есть пост Данила. But I don't believe if Daniel liked that. Не думаю, что Данил это нравилось. Doesn't like that. So I call it a partial fast. Я это называю частичным постом. A past just in parts. A fast in частичный пост. Точнее вот мне очень нравится то, когда мы отказываемся от каких-то вкусных вещей. I already explained why Daniel chose this form of fasting. Because he didn't know how long he will fast. He wanted to see the fulfillment of the prophecy that God gave to Jeremiah. He wanted to the prophecy that God gave Eremie. You can read as whole work chapter 9 and 10 in Daniel. You can read Daniel Bible let's go to Matthew 6. Matthew 6. And then we will see that this is for all of us, all who are believers or followers of Christ. because Jesus says when you and not if you if you fast that means okay it's up to you if you like it you do it if you don't like it okay that's okay because if you 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 and there Jesus says in verse 2 therefore when you do give alms when you do that in verse 5 Jesus says when you pray then you have to do it not like the hypocrites but in this order so when you pray and if 16 Jesus says when you fast don't be like the hypocrites to be seen but go in your inner room you know so we give to the poor we are responsible for the people around us so that's why Jesus says when you give alms поэтому Иисус говорит когда вы даете alms to the poor когда вы даете милостыню пусть ваша правая рука не знает что делать левая когда вы это делаете здесь слово когда тоже почувствуется when you pray Иисус говорит когда вы молитесь и вы знаете что молитва это не только для людей которые служили или для пастора мы все молимся когда мы молимся Иисус дает нам совет как это делать и нравится вам это или нет Иисус использует ту же фразу о посте когда вы простите итак пост для всех христиан когда мы должны поститься на тот период времени до того как Иисус вернется в Матфея 9 главе в 15 стихе фарисей спросили Иисуса почему твои ученики не постятся как мы Иисус ответил они не могут поститься потому что с ними жених когда он отнимется у них он не будет поститься одна из тех вещей которые мы делаем как церковь ожидая что Иисус придет ожидая что он придет как жених невесты как мы готовим себя мы делаем это с помощью молитвы или поста также как мы должны поститься вы можете делать это лично и в частном порядке вы можете что-то найти в Библии и сказать себе я буду поститься за это или вы чувствуете что Дух Святой побуждает вас выделить больше времени на общение с Богом чтобы молиться ходатайствовать за какую-то ситуацию или за какого-то брата или сестру и чтобы больше времени выделять Богу чтобы его искать в молитве и ходатайстве это пост вы постить для того чтобы делать это лично в данном случае мы также это можем делать вместе из-за времени я не буду читать все местописания но вы можете записать Иеремия 36 6 Иеремия 36 6 и также Иаиль 2 15 Иаиль 2 15 где Бог призывает Израиль собраться вместе чтобы поститься и искать его лица какова же цель поста во всей Библии мы видим разных людей постящихся зараженные вещи и из-за времени я вам некоторых только смогу упомянуть но я дам вам местописание и я надеюсь что вы когда будете поститься прочитаете эти местописания и это поможет вам и будет вдохновением то что я сказал в начале этим вечером пост это не цель вы не поститесь чтобы поститься вы поститесь чтобы Бог вмешался в ситуацию чтобы бремена спадали чтобы было исцеление чтобы было пробуждение чтобы было изменение в ситуации благодаря тому что мы взаимодействуем мы с Богом идем вместе и совершаем работу в посте и молитве и какова же цель поста например личное очищение из-за того что у вас есть какое-то бремя или какой-то грех который вы не можете победить вы себя смиряете чтобы Бог помог вам Матфея 5.4 можете записать Матфея 5.4 еще один хороший пример это Второзаконие 8 В Старозаконие 8 2-3 11-14 и 17-ти стих другая цель поста это придать нашим молитвам больше веры Бог слышит вашу молитву но иногда нам приходится себя убеждать то что наши молитвы возносятся выше наших ожиданий Даниил 9 это глава о днем самом когда он постился и прочитал пророчество Иеремии еще еще один хороший пример это книга Ездры 8 23 Ездра 8 23 это когда Ездра пошел со всем Иерусалимом с всем имуществом храма который был в Иерусалиме И вот что он говорит Я боялся попросить царя о том чтобы он дал мне дополнительную защиту в виде солдат потому что я сказал царю Бог за тех кто ему принадлежит и кто ему доверяет когда они покинули то место они выделили время для того чтобы молиться и поститься и просить Божьей защиты И иногда Бог может такие времена в нашей жизни делать чтобы мы искали Его смиряясь не просто молились И другая цель молитвы еще одна И может звучит странно но она заключается в том чтобы изменить мнение Бога изменить Его мнение это цель ходатайства хороший пример это Иона 3 глава Иона 3 глава 5 и 10 стихи возможно вы знаете историю Иона проведывал то что Бог Ниневию разрушит ниневийцам такое послание Бог ему дал Иона покинул этот город и он сидел на горе чтобы посмотреть как Иисус это сделает Бог ничего не случилось потому что Иона не знал что произошло в городе в городе те местоописания которые я дал 3 5 и 10 3 глава 5 и 10 стихи в этом в этом месте говорится то что все нинютяне начали молиться и поститься они себя смирили ища милости Божьей и в 10 стихе говорится о том что Бог покаялся в том что он хотел сделать с городом Иона был хорошим пророком но его сердце было в неправильном положении он искал мести Бога он не понимал силу ходатайства еще один человек который Божье сердце развернул был Моисей когда сделали израильтяне золотого тельца Бог сказал Моисею отойди я убью весь народ и то обещание которое я дал Аврааму я исполню через тебя начну все заново вместо того чтобы сказать Богу неплохая идея он начал ходатайствовать за людей и Бог раскачивается в том зле которое он планировал сделать еще одна причина для того чтобы поститься это освобождать заключенных те которые были духовно порабощены те которые живут во грехе и не хотят покаяться которые удерживаемые врагом из-за алкоголя наркотиков и других проблем как церковь мы не можем игнорировать социальную ситуацию которая вокруг нас происходит мы свет миру и соль земли может это неплохо молиться и поститься за себя чтобы Бог по-новому открылся вам и чтобы ваше сердце было изменено но мы тем более священники Богу и у нас есть ответственность перед миром и обществом перед нами мы как церковь мы не остров святости в мире который плохой Иисус сказал идите во все народы и научите их мое имя Он сказал своим ученикам вы не для друг друга свет мира Я не знаю какова цель того что вы поститесь перед Пасхой 20 Я не знаю каковой цели что вы поститесь чтобы они были исполнены в Голланд и завтра возвращаются в Голландию и я осмелюсь вам сказать может быть это последний раз когда я здесь проповедую но я надеюсь что вы будете молиться и поститься за тех людей которые находятся в вашем обществе вокруг вас чтобы в вашей церкви были более эффективны чтобы достигать потерянных чтобы мы увидели как Бог использует нас как церковь чтобы освобождать порабощенных чтобы люди каялись чтобы бремя и ермо которое дьявол наложил у них было разрушено чтобы люди принимали Бога Иисуса как своего Спасителя и следовали за Ним одна из целей поста это освобождать порабощенных Исайя 58.6 85.6 простите еще одна цель поста это тренировка нашего тела в нашем теле заключается греховная природа Павел говорит что я борюсь с желаниями в моей плоти и в 1 Коринфянам 9.27 1 Коринфянам 9.27 Он говорит что он как атлет как спортсмен тренирует свое тело чтобы сделать то чтобы проведать другим самому потом не стать отвернутым в посте мы тренируем наше тело чтобы оно было сфокусировано на Боге если вы записываете можете записать Титус 2.12 Титус 2.12 Титус 2.12 Титус 2.12 последний стих цель поста может быть совершенно разной но также и за исцеление за здоровье и исцеление Исайя 58 Исайя 58 восьмой стих Исайя 58 8 В начале того как мы с вами начали говорить все вечером я вам привел пример двух девушек которые сказали поститься не употребляй ничего в пищу это неплохо потому что мы можем потерять вес и я сказал это не причина по которой нужно поститься но мы видим в Библии что является последствием поста что именно это является одним из последствий поста и так пост это духовная вещь может вы это уже знаете но это выделение дополнительного времени для Бога чтобы его искать в молитве и ходатайстве но вместе с духовной истиной также идет и материальное благословение когда вы постите 7 дней даже терапевты и доктора говорят что это хорошо для вашего тела это не та причина по которой мы постимся но это естественное положение дел благодаря посту которая идет с духовными вещами тоже одна из целей поста это для здоровья и для исцеления это очень хорошо когда вас попросили за кого-то больного помолиться для того чтобы к этому подготовиться вы должны помолиться не обязательно но вы можете помолиться и походатайствовать чтобы создать вашу веру чтобы показать вашу полную зависимость от Духа Святого и то что вы достигаете людей потому что вы себя приготовили я думаю что на сегодня все я рад что кто-то согласен я надеюсь что я вам дал какую-то практическую информацию которая подкреплена словом потому что в молитве и ходатайстве и пости пусть Библия будет нашей настольной книгой читайте Библию когда вы молитесь поститесь ожидайте что когда вы выделяете для него дополнительное время он будет говорить с вами через его слово я закончу следующим утверждением если вы молитесь вы должны давать время для Господа молясь и вы должны это делать с открытой Библией в ожидании то что Бог во время молитвы и поста откроется вам и вашему сердцу потому что молитва это духовно в посте мы выделяем больше времени для Бога чтобы искать его лица в молитве и ходатайстве с целью как Даниил как Даниил давайте помолимся Господь Иисус спасибо тебе за твое слово спасибо за то что в этом городе в этой стране мы можем свободно собираться вместе поклоняясь тебе чтобы открывать твое слово чтобы вдохновлять друг друга чтобы молиться вместе за нас и за друг друга и за наши нужды мы можем здесь вдохновлять друг друга спасибо мы оснащены тем что когда мы покинем это место мы с твоим благословением будем благословением для людей которых мы встретим этим вечером и завтра Господь мы признаем что мы несовершенны и то что мы всего лишь ученики Иисуса Христа ни более ни менее это честь следовать за тобой Иисус как за нашим Богом и мы признаем что мы должны многому научиться поэтому когда мы молимся учи нас Духом Твоим особенно о духовных истинах которые мы видим в Твоем Слове Господь мы молимся о том чтобы Ты дал нам Дух о премудрости и откровении чтобы мы познавали Тебя больше и больше Господь чтобы мы когда берем время для молитвы и поста спасибо что Ты благословляешь что Ты даешь нам новое откровение что Ты изменяешь наше сердце за то что Ты даешь нам победу над некоторыми обстоятельствами нашей жизни то что Ты даешь нам открытые глаза видеть потерянных вокруг нас то что Ты нас наполняешь состраданием по отношению к тем кто Тебя не знает Господь дай нам быть эффективными дай нам быть солью земли я благословляю эту церковь всех моих друзей Господь когда они примут решение о посте перед Пасхой измени их и созидай их дай им от веры вера и слава славу идти и Бог дай им быть более эффективным инструментом в Твоих руках показывать Твою любовь в тех местах где они живут работают учатся большая честь Господь в том что Ты нас хочешь использовать как Твои уста и Твои руки Господь благослови наши уста чтобы мы говорили слова которые приходят от Тебя Господь дай нам смелость достигать тех кто нуждается в нашей помощи потому что Ты голова тела и мы Твои руки Твои ноги Твои уста мы не знаем почему но Ты принял решение достигать этот мир через нас мы благословляем время поста когда мы будем искать Тебя и Твоего лица веди нас Духом Твоим чтобы наша молитва была сильной и достигала Твоего престола чтобы не только нас она изменяла чтобы не только она наша церковь поднимала но чтобы Твоя любовь и сострадание проявились в этом городе Екатеринбурге спасибо за эту привилегию узнать Тебя и делать Тебя известным мы воздаем Тебе всю славу и всю хвалу во имя Иисуса Аминь Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok